Всем добрый день! Меня зовут Валерия и сегодня я вам напомню про одно недорогое аптечное средство, которое помогает решить целый ряд проблем, которые могут возникнуть на нашей коже. Например, это недорогое аптечное средство помогает нам бороться с прыщами, помогает заживить герпес, особенно герпес в уголках губ, а также это недорогое аптечное средство помогает нам избавиться от папиллом и даже от бородавок. И речь сегодня идет про спиртовую настойку прополиса. Я думаю, очень многие в курсе, что прополис это натуральное вещество, которое обладает целым рядом всяких эффектов, в том числе противовоспалительным, противогрибковым, антибактериальным и противовирусным. Вот почему настойки прополиса такой широкий спектр действия от прыщей герпеса до папиллом и бородавок. И, кстати, относительно недавно я им снимала видео и советовала настойку прополиса, например, применять для укрепления стимуляции роста волос. Ссылка на это видео будет в описании и в правом верхнем углу. Но сегодня мы с вами поговорим, как правильно применять спиртовую настойку прополиса в борьбе с прыщами, в борьбе с герпесом, с папилломами и с бородавками. Итак, если у нас с вами есть прыщи, вполне достаточно смочить ватную палочку спиртовую настойку прополиса и 3-4 раза в день прижигать наши прыщи. Потихонечку прыщи будут подсушиваться и уходить. И чем хороша спиртовая настойка прополиса? Тем, что если мы ее правильно применяем, да не трогаем здоровую кожу, то наши прыщи могут подсушиваться без образования пятен постакне и без образования рубцов. Но что же нам с вами делать, если у нас герпес, есть герпетические пузырьки? В принципе, то же самое. Смачиваем ватную палочку в настойку прополиса и очень аккуратно обрабатываем герпетические пузырьки. Во-первых, настойка прополиса обладает противовирусными свойствами. Она будет способствовать быстрейшему заживлению этих самых пузырьков, их подсушиванию. И, кстати, она еще очень хорошо удаляет зуд, который возникает на фоне вот этих самых пузырьков. Но я бы вам посоветовала подключить к настойке прополиса еще мазь календулы. По мере того, как ваши пузырьки от герпеса будут покрываться корочками, будут подсыхать, смазывать вот эти самые уже подсушенные пузырьки сверху мазью календулы. То есть вы будете усиливать эффект настойки прополиса именно мазью календулы. И еще быстрее ваши пузырьки от герпеса будут подсыхать, залечиваться и уходить без возврата. Ну а что касательно попелом и бородавок, то здесь тактика немножечко меняется. Нам очень важно подсушить нашу попелом, особенно если она на ножке, так, чтобы не трогать спиртовую настойку здоровую кожу. Для этого мы с вами можем использовать зубочистку. Смачиваем ее в спиртовую настойку прополиса и очень мягко обрабатываем в течение нескольких минут. То есть нужно будет несколько раз обработать наши попеломы, поскольку палочка, зубочистка, она будет впитывать частично спиртовую настойку и нам важно, чтобы она попадала именно на попелому. И делать нам придется вот такие прижигания попелом настойкой прополиса несколько дней, а возможно и несколько недель. Опять-таки повторю, все будет зависеть от того, какой вид у нас попеломы на данный момент есть. Что же касательно бородавок, то мы с вами смачиваем снова-таки ватную палочку и обрабатываем бородавку в течение 10-15 минут, но нужно делать 2-3 раза в день. Опять-таки, возможно, нам придется с бородавкой бороться в течение нескольких дней и, возможно, даже недель. Но результат очень и очень хороший. Итак, все очень просто. Покупаем недорогую аптечную настойку прополиса и используем по назначению. Ну и в принципе, должна сказать, что прополиса потрясающие свойства, поэтому эта настойка всегда вам пригодится. Во-первых, ее можно использовать не только для стимуляции роста волос, как я вам уже проговорила, но ей можно полоскать горло, например, при ангине. Также можно делать раствор водной спиртовой настойки прополиса и обрабатывать, например, если у вас есть какие-то раны и ссадины. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше суперспасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз огромнейшая вам благодарность от меня. И в конце должна сказать, иногда, да, вот в зависимости от вида папилом и бородавок приходится очень и очень долго с ними бороться. К сожалению, не все виды папилом и бородавок поддаются народным средствам борьбы с ними. Поэтому это тоже нужно учитывать. Но еще раз повторю, что спиртовая настойка прополиса великолепно себя проявляет и показывает в плане борьбы с папиломами, с бородавками, с герпесом и с прыщами. Ну а в следующем видео я еще расскажу про одно аптечное средство, которое тоже нам помогает бороться с этими проблемами. Берегите себя, берите себя на вооружение и будьте здоровы!